здравствуйте уважаемые трейдеры крипто трейдеры с вами на связи виталий кухта сегодня у нас 11 ноября поговорим о рынке криптовалют о хайпе который у нас скажем последние дни длится bitcoin показывает чуть ли не каждый день новый максимум и нам интересно дальше узнать продолжится ли этот хайп будут ли новые высоты у нас 80 тысяч мы покорили да уже даже больше будет ли 90 будет ли 100 и если перспективы в других монетах да потому что есть некоторые монеты которые тоже показывают неплохие результаты если кто помнит еще где-то более месяца назад где-то месяц-два назад я еще советовал покупать такие ну скажем можно назвать это мем мема монеты это дочь коин и шиба да с одной стороны дочь коин можно там якобы использовать платежных целях и маска это обещал ранее и на фоне победы трампа как мы знаем и потенциальные так скажем на трудоустройство маска в его компанию трампа да и его команды многие видят перспективы перспективы на рынке криптовалют и таких монет как дочь коин условно да мы знаем что ранее маска обещал что можно там будет покупать теслу и так далее за дочь коин и так далее и дочку неплохо вырос и шиба неплохо выросла и мы поговорим если перспективы других монетах также и так давайте начнем с биткоина почему такой хай произошел потому что ранее так скажем трамп обещал до выборов то что он будет продвигать и позволять более продвигаться рынку криптовалют обещал там что биткоин будет там чуть ли не резервы так далее как некоторых странах таких как такие третьи страны мира центральной америки да и ну я как думаю я что это все обещание пустые рано или поздно возьмутся за вот этот крипто рынок хотя все может быть да то есть есть такое видение посмотрим в принципе время покажет да потому что до выбора можно одно обещать а после выбора может быть разное и еще до до выборов трампа я ранее анонсировал что жду bitcoin далеко наверх да здесь было несколько спекулятивных моментов где я рассматривал какие-то локальные нисходящие моменты они принципе придвигались где-то ожидал больше где-то меньше это произошло но вот это движение которое у нас длилось по биткоину последние полгода я говорил ранее что это напоминает обычную фигуру флаг и выход мы ждем очень высоко наверх то есть цели я раньше назвал восемьдесят тысяч а сейчас я в принципе жду 90 я думаю и 100 и даже выше да то есть мы в принципе вот на этом движении можем показать поэтому стоит ли дальше покупать bitcoin принципе да конечно всегда нужно понимать что любой момент рынок может обвалиться на каких-то негативных новостях все возможно но я пока рассматриваю сценарий роста до технически вот у нас было большое накопление 50 практически сколько там 50 тысяч нижней границы одну там плюс-минус 50-60 тысяч сверху 70 такое узкое накопление бы сказал где-то в каких-то моментах 10-15 тысяч она там 15000 где-то просто проскальзывала чуть ниже был были моментами вы нас выносили вот вот эти выносы до которые были там ниже 50 тысяч какой-то момент это просто собирали стопы видно было что это все скорее всего коррекционное движение и дальше мы пойдем наверх с этого большого накопления которое у нас длилось практически можно сказать полгода мы вышли и мы пока вышли ну 70 тысяч мы пробили 80 с копейками 10000 я думаю это не предел мы должны по идее уходить на длину вот этого импульса у нас импульс длился вот отсюда у нас если взять минимум прошлой осени октябрь-ноябрь это в районе 25 30 тысяч 70 то есть у нас длина импульса 50000 то есть отсюда мы должны выйти вот у нас 50000 это минимум то есть мы должны выйти на 100 тысяч и это это волна импульса может удлиняться то есть вот такой простой расчет поэтому и жду дальше 100000 там 110 120 а дальше время покажет возможно там от затянется это удлинение или нет поэтому bitcoin смело ну как смело то есть всегда есть на рынке какой-то риск в любом инструменте вы можете скажем провалиться на этом инструменте дальше но помимо bitcoin а есть инструменты которые вот давать еще в двух словах дочкойн покажем вот дочкойн 30 центов уже стоит помните в этом диапазоне по 10 центов я советовал вам ранее покупать то есть посмотрите мои обзоры это за я точно не припомню где-то сень август сентябрь и вот здесь я советовал и дальше в принципе советовал покупать данный инструмент сможет ли дочкойн дальше выше я думаю него потенциал есть он может здесь принципе он так 200 процентов сделал можем ли мы показать дальше 40 50 центов а то и потолок к 70 центов вполне вероятно поэтому спекулятивно до покупать конечно помню что в любой момент рынок может скажем сделать обратку и потом снова все деньги пропадут на несколько лет а возможно навсегда возможно все может быть мы где-то вот на этом импульсе возможно где-то ближайшее время плюс-минус будет какая-то коррекция плюс-минус когда она будет сложно сказать и дальше новый виток новый виток до боя такого импульса наверх поэтому я бы дальше рассматривал только покупки дочь коина шиба в принципе тоже самое вот такой мемчик вот еще в районе вот вот этом потом ноль целых четыре ноля десять пятнадцать я советовал покупать смотрите мы уже более сто процентов я думаю то же самое здесь мы можем на вот этом хайпе уйти очень-очень высоко и здесь принципе хорошие проценты могут быть по прибыли но помнить что это такие спекулятивные инструменты они не ничего из себя не стоит помимо этих монет есть еще куча м м м м м монет я думаю там все все аналогично что дальше интересное я бы обратил ваше внимание на эфир потому что я еще ранее на него обращал внимание и говорил что но у меня первая версия была вот смотрите я рисовал еще тогда трендовую говорил что вот здесь по эфиру в районе 2 500 я закупался потом я выходил потому что начал спекулятивно шортите потом уже после победы трампа мы успели снова войти на покупочку и целился я на 4000 и в принципе мы 3000 уже сделали я думаю что в ближайшее время мы 4000 а там если пройдет такой мощный прорыв мы можем и 5 и 7 и 10 тысяч показать по эфиру потому что это такая скажем монета которая что-то из себя сам проект скажем стоит да да у него здесь сложные такие коррекции я еще помните приводил пример вот этого разворота а многие мне доказывали что скорее всего будет падение по эфиру я говорил вот примеры таких разворотов сложные вот здесь на вот здесь пример то есть он бывают такие моменты где сложно разворачиваются поэтому эфиры я бы только покупал с целью 4000 и выше поэтому эфиру он сейчас как раз набирает обороты дальше в принципе bnb то же самое я бы дальше покупал вот мы пробили 600 долларов там сегодня читал новости что у у нас компания забыл против бинанса подает какой-то иск ну я думаю это какие-то мелочи но все равно я рассматриваю bnb дальше наверх то есть это пока топ еще с интересного помимо эфира я бы ваше внимание обратил на ripple в этой компании тоже есть очень сильный огромный потенциал как фундаментально так и технически в первую очередь я оценивать технически ну и фундаментально конечно тоже ну можно сказать поспорить с этим потому что есть мем мем коина в которых фундамента никакого но они растут там есть потенциал что будут урегулированы все иски к риплу от правительства потом сша потом если все будет продвигаться хорошо мы не знаем будет ли это время покажет но пока я вижу позитив а с технической точки зрения смотрите у риплу он пока вот если сравнить с другими монетами даже тут же дочку или там другие монетки он реально такой можно назвать это ну как это корректно назвать такая полумертвая монетка да потому что вот если смотреть последний уже два года мы практически в таком диапазоне 30 центов на 60 до колебаемся немножко есть но что здесь интересного помимо того что мы полумертвые у нас это полумертвое движение оно движется с повышающими минимумами смотрите да вот есть этот тренд вырисовал еще и и если ошибаюсь прошлый раз показывал и мы но в принципе отсюда должны где-то ближайшее время что-то возможно произойдет а возможно нет этого никто не знает но пока технически все указывает что какой-то фундамент должен позитивный проскочить и мы вот у нас цена сейчас 60 центов условно я думаю что где-то ближайшее времени мы доллар покажем и дальше могут прорваться в район двух долларов то есть доллар пятьдесят два доллара и возможно выше то есть как было в принципе вот смотрите она тоже если брать вот этот такой период в 18 19 20 год она тоже такая полумертвая и потом как показала вот у нас два доллара было вот здесь было три с половиной поэтому здесь что-то такое готовится поэтому я бы эту монету добавил портфель там кто торгует с плечом я еще прошлый раз говорил кто торгует крипту небольшие плечи потому что волатильность будет сложно здесь со стоп лоссами торговать то есть именно те трейдеры которые торгуют криптовалюту так активно она иногда бывает очень сложно то есть это должно какое-то длительное время пройти чтобы поторговать и удачно словить хорошее движение поэтому ripple мне кажется хорошая как эфир кто-то поспорит пишите свое мнение по поводу рипла что вы думаете но где-то он ближайшее время очень сильно стрелят лоткойн принципе то же самое раньше лоткойн помните называли серебром до среди металла среди криптовалют биткойн золото лоткойн серебро если чего если бронза запутался здесь тоже здесь такой хорошая модель к и мы в ближайшее время уже начали начали расти и можем туда где-то к соточки в ближайшее время дайте хотя проект сам по себе я за ним не слежу есть ребята просто интересуется им торгуют но в принципе хотела такой он раньше был очень крутая монетка и она может отсюда ну сотку и дальше прострелить очень хорошо ну так на хайпе возможно то есть кто там фундаментально среди за этими всеми в теме пишите свое мнение или не пишите поддержите лайками так далее дальше ну солана уже пошло пробиваем максимумы здесь тоже это хороший тоже проект дальше я бы ее тоже покупал мы пробили вот эти максимумы есть монеты которые еще отстают тот же атома ранее его там прям ли чуть ли не супер-пупер проект но тоже я бы его начать потихонечку покупал он недорогой 5 долларов вот у нас есть такой уровень мы его пробиваем 5 долларов даже если снова заход будет низ я бы его пробовал покупать что-то наподобие вот такого разворота двойное дно здесь и тоже есть хорошая на перспектива стеллар аналогично то есть я думаю что дальше мы будем двигаться в район возможно там 15 центов и у нас тоже видим эти проект проекты такие дохлые они опасные сугубо там спекулятивно очень аккуратно чтобы потом не сидеть в этих проектах или они сейчас выстреливают или или нет ну и в принципе все это коротко другие монеты в принципе накидайте вопрос по тем монетам которые у вас есть интерес я их рассмотрю следующий раз по поводу этих монет еще были вопросы по поводу монет павла дурова нот тон нот как-то не очень хотя она что-то наподобие от стеллара двойное дно тон чуть лучше ну такое то есть сложные рискованно можно но очень аккуратно хорошо вот интересные проекты как говорю это эфир ripple субботок лоткой ну под вопросом вот там много чего интересного bitcoin и так далее но посмотрим время покажет я бы пока спекулятивность сейчас ничего не шортил то есть потому что все все идет я дальше еще хотел сделать такой отдельный вебинар на тему сравнения перспектив таких долгосрочных золото и криптовалют то есть там будет интересно это все сравнить поэтому ждите где-то в ближайшее время это сделаю всем пока удачи будут какие-то вопросы по закрытому каналу про сигнал или по обучению торговли криптовалют я больше специализируюсь на среднесрочных форматах краткосрочно возможно но очень очень аккуратно всем пока удачи